В Ненецком округе введен режим повышенной готовности. Соответствующее постановление подписал губернатор Ненецкого округа Александр Цибульский. Меры, предусмотренные в документе, связаны с продолжающейся угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ненецкого округа. Все ограничения, которые прописаны в документе, действуют на территории региона, начиная с 17 марта. В частности, постановлением вводится запрет на проведение на территории округа спортивных, культурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий. Особые меры прописаны в отношении граждан, которые посещали страны с неблагополучной ситуацией, с распространением новой коронавирусной инфекции. Им рекомендовано по приводите в Ненецкий округ сообщить о месте и датах пребывания на указанных территориях по номерам телефонов горячей линии, которые вы видите на своих экранах. Гражданам, вернувшимся из государств в неблагополучной ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции, необходимо обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня прибытия. Не посещать работы, учебу, минимизировать посещение общественных мест. При появлении первых респираторных симптомов необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций. В любом случае следует бить тревогу. Если вы прибыли из неблагополучной страны по коронавирусу и у вас будут какие-то признаки респираторной вирусной инфекции, то в любом случае вам уже необходимо бить тревогу. А дальше уже будут разбираться медики. Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Неницкого округа постановлением губернатора порочено обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц, посещавших территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции и возвратившейся в Неницкий округ. К нему будет направлен медицинский работник, который при необходимости может выдать ему листок нетрудоспособности на 14 дней. Далее все эти 14 дней гражданин находится у себя дома. За ним ведется медицинское наблюдение. Если он чувствует, что у него начинаются какие-то признаки заболевания, он сразу должен обратиться к врачу. И если у медиков будет подозрение о том, что это именно коронавирус, он будет немедленно госпитализирован. Как и о всех субъектах Российской Федерации, мы предварительно проверили ряд организационных мероприятий, подготовили соответствующие нормативные права и акты. Распоряжением губернатора у нас подтвержден план основных мероприятий, где предусмотрен перевод наших учреждений и готовность наших учреждений к приему таких пациентов. В принципе, это мероприятие мы отработали. Все, что можно сделать в наших условиях, мы готовы к приему таких пациентов. В соответствии с мощностями наших медицинских организаций. Кроме того, в постановлении главы региона жителям округа рекомендовано воздержаться от поездок за пределы Российской Федерации. Работодатели, в свою очередь, не должны направлять своих работников, служебные командировки на территорию иностранных государств. Работодателям также рекомендовано отказаться от проведения мероприятий с участием иностранцев, собраний и совещаний в коллективах, используя для этого доступные дистанционные способы. Сегодня на территории Нейско-Автономного округа ни одного случая заражения данным заболеванием нет, и оно отсутствует. Но, принимая профилактические меры, данное постановление было издано, и в нем как раз предусмотрено ряд мероприятий, в том числе и запрет проведения массовых мероприятий. И в том числе, когда у нас происходит сейчас перерегистрация по мерам соцподдержки, люди массово собираются и, исполняя данное постановление, мы подготовили сегодня проект постановления администрации Нейско-Автономного округа, который будет в ближайшее время на заседании администрации рассмотрен. И он предусматривает перенос сроков перерегистрации с 1 апреля на 1 июля. И хотелось бы отметить, что данный перенос также предусматривает отсутствие приостановления выплат, если граждане после 1 апреля не подадут заявление, то им не стоит переживать. И это можно сделать вплоть до 1 июля, в более поздние сроки, когда ситуация уже будет более благоприятная. Что касается аптек, то сегодня в них отсутствуют маски, это проблема. Она касается всей территории Российской Федерации. Сегодня было ВКС с федеральным штабом по коронавирусу, и где министр промышленности и торговли, они приступают к изготовлению масок марлевых. И в ближайшее время ожидаем их поступления в Нейско-Автономный округ в аптечную сеть. Что касается медицинских организаций, то у нас неснижаемый запас двухмесячный создан в медицинских организациях масок. Но мы в первую очередь должны оберегать врачей, которые оказывают медицинскую помощь. Данный запас существует для... Департаменту образования, культуры и спорта Нейницкого округа рекомендовано организовать введение свободного посещения в подведомственных физкультурно-спортивных организациях, организациях дополнительного образования, учреждениях культуры. В рекомендациях ведомству прописано также исключить участие спортсменов, творческих коллективов и иных организационных групп в мероприятиях, проводимых за пределами Нейницкого округа. В плане, если мы отменили все мероприятия в настоящее время общественные, и в учреждениях культуры уже не проводится дополнительного образования мероприятий никакие, и в настоящее время планируем уже в соответствии с постановлением уже думать, как нам запрещать посещение кинотеатр и сами учреждения культуры. В настоящее время все общеобразовательные школы округа переведены на дистанционное обучение. Что касается дошкольных образовательных учреждений, то их деятельность будет приостановлена только в том случае, если процент заболевших ОРВИ превысит 20-процентный порог. На территории Нейницкого автономного округа было зарегистрировано 556 случаев заболеваемости ОРВИ и гриппом. Эпидемический порог был превышен на 55%, но в основном за счет детского населения. В связи с этим с 17 марта 2020 года на территории Нейницкого автономного округа будет действовать постановление об ограничительных мероприятиях, которые мы ежегодно вводим при превышении порога заболеваемости по ОРВИ и гриппу. Органам местного самоуправления рекомендовано приостановить проведение на территориях муниципальных образований, спортивных, культурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.